Приветствую вас и давайте, пожалуй, скажем с вами так, что началось все с того, что вы толстая в классе, вы выделялись среди своих сверстников, которые были маленькие и худенькие, вы выделялись, а потом среди уже подростков вы также выделялись, потому что были огромные. И вот это вот ощущение себя не такой, как все, мешало вам обрести комфорт, обрести легкость, обрести уверенность в себе. Итак, сейчас вы боитесь того, что будете опять, не такой, как все, будете опять выделяться. И вы знаете, думаю, что вам необходимо двигаться в нескольких направлениях, физиологическом и, собственно говоря, личностном. Первое направление включает в себя проработку того, во-первых, почему именно и от каких продуктов вы набираете вес. Вы пишете, что в университете за год вы набрали 10 килограмм. Какое именно питание у вас было, как оно было организовано, насколько регулярно и правильно вы употребляли пищу и так далее. Все это необходимо подвергнуть анализу и понять, что именно на что ваш организм реагирует. Далее, стоит есть в пределах нормы, в пределах нормы, то есть стандартный объект, напряг, ужас, при этом вести активный образ жизни, ходить в спортзал и так далее. И дать своему телу набрать столько веса, сколько ему нужно. Потому что у каждого вес свой. И, возможно, ваше тело набирает вес именно потому, что ему нужно. Так ему комфортно, так у него заложено в изначальном генетическом коде. И это то, что вам нужно сделать. Попробовать, посмотреть. То есть питаться нормально, не перееда. Естественно, не есть на ночь. Естественно, там, скажем, завтрак не очень сытный, но плотный. То есть обед сбалансированный, на университет что-то легкое. То есть вот так. И посмотреть, как вы будете себя вести. Вы не будете полнеть бесконтрольно. Организм наберет определенную кондицию и остановится. Другое дело, что вы будете себя чувствовать в этом состоянии. Некомфортно. Почему? Да потому что вам кажется, что вы слишком толстый. Понятие слишком толстого, это исключительно личная, субъективная оценка своего тела. И она, к сожалению, отличается от того, как видят вас другие люди. По большому счету, людям все равно толстого или нет. Мужчинам все равно толстого или нет. Важно, какой вы сейчас человек. Если вы красивая, худая, подтянутая, стройная, но при этом вы постоянно об этом думаете, и постоянно об этом говорите, это то, что вас волнует, и вы не получаете удовольствие от жизни, то вряд ли у вас будут складываться хорошие отношения с людьми. И вряд ли эти люди будут оценивать вас под отцом. Именно это то, к чему вы стремитесь. Резвенно здесь необходимо понимать, и мы, главное, переходим к личностному направлению, что ваша неуверенность в себе проявляется в виде комплекции физической. Но в действительности за ней скрывается что-то еще. За ней скрывается, скорее всего, страх быть не такой, как все. Сейчас, будучи взрослым, и, наверное, понимая, что быть не такой, как все, не так уж и плохо, а если вы этого не понимаете, то к этому нужно постараться прийти. То есть, через развитие, через понимание своей индивидуальности и освоение культурных, надсоциальных ценностей, а также над отыгрыванием своих социальных ролей. Мы бы говорили, для того, чтобы стать личностью и перестать бояться быть не такой, как все, вам нужно максимально, полно отыграть свою роль. То есть, максимально исполнить ее. Например, выучиться, например, быть первоклассным работником, например, иметь успешные отношения с мужчинами и так далее. А после заниматься осваиванием именно культурных, творческих ценностей, чтобы понять, что быть не такой, как все, это прекрасно. Ну и, какое бы тело у вас ни было, именно внутренняя, личностная, психологическая неуверенность в себе, она никуда не денется. И вы рискуете прожить свою жизнь, может быть, с подкаженным телом, с красивым телом, но несчастного душа. А вы можете прожить свою жизнь с тем телом, которое задала вам природа, получая жизнь и наслаждение. И при этом реализуясь в том, что вам действительно важно. Что выбирать? Решать вам. Куляр Вигас также решать вам. Но выбор необходимо принять, и, исходя из принятия выбора, уже действовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.